МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Под Барнаулом упал мотопараплан. В интернете появились кадры момента падения. Случай произошел накануне в казенной заимке. Летательный аппарат при полете зацепился за дерево. На воздушном судне находились владелец мотопараплана и пассажир. Последнего увезли на скорой с переломами ноги и костей таза. Сейчас он находится в больнице, а владелец мотопараплана скрылся с места происшествия. Как сообщили в следственном комитете, он приобрел летательный аппарат в этом году. Допрошен владелец воздушного судна мотоплана. Он действительно скрылся в месте происшествия. Поэтому причины, почему он скрылся, не поясняет. Проводятся дополнительные проверочные мероприятия. Уже по результату проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение. Алтайских туристов до сих пор не вывезли из китайского города Хайнань. Не из-за долгов туроператора-перевозчику заложниками ситуации стали около 100 наших земляков. Ранее сообщалось, что соотечественники вернутся домой 14 декабря. Но авиакомпания по непонятным причинам не выполнила рейсы до Барнаула. Наши туристы будут выведены 18 числа в Москву. Люди размещены в гостиницах. Чаще всего это либо та же гостиница, в которой они проживали, либо гостиница где-то в центре. За счет туроператора, да? То есть люди не доплачивают дополнительные деньги. Но в любом случае каждый день пребывания в Китае тоже обходится в определенную сумму. Это уже естественно за случай. Напомним, сложная ситуация сложилась из-за долгов туроператора «Жемчужная река» Иркутской авиакомпании «Райра». И сейчас вывозить российских туристов будет другой перевозчик, которому, кстати, туроператор тоже должен, но меньшую сумму. По словам Натали Гордеевой, «Жемчужную реку» уже исключили из единого госреестра туроператоров. Ее клиентам рекомендовано сдать билеты. Людям начали возвращать деньги. По предварительным подсчетам пострадавшими стали около 15 тысяч человек. В Яровом на ликвидацию крупной коммунальной аварии потребовалось больше суток. Без тепла оставались жители 13 многоэтажных домов, не работали школа, детский сад и санаторий. Причиной аварии стал порыв теплосети. Его устраняли местные коммунальщики. Помощи краевых властей не потребовалось, сообщили в Министерстве ЖКХ региона. Как поясняют в ведомстве, тепловая сеть в Яровом является одной из самых старых. В Крае физические износы привел к порыву. К слову, это уже четвертая за месяц крупная коммунальная авария в Крае. До этого сложная ситуация сложилась в Заменогорском районе, затем в Камни-на-Аби. После несколько порывов произошло в Барнауле. Яровой пока замыкает список. Подчеркнем, что пока сильные морозы в регионе были незатяжными. В Крае установили ограничение роста платы за коммунальные услуги. Указ подписал губернатор Виктор Томенко. В связи с увеличением с 1 января ставки НДС до 20% повышать тарифы в Крае будут в два этапа. С 1 января и с 1 июля. За первое полугодие оплата станет больше на 1,7%. А с июля повысится еще раз в среднем по региону на 2,4%. Как подчеркивается на официальном сайте правительства региона, предельный рост платы в 4,8% может произойти только у некоторых категорий потребителей с определенной комбинацией коммунальных услуг в квитанции. Если индекс предельного роста будет превышен, жителям предоставят компенсацию, механизм выплаты которой сейчас разрабатывается. Алтайская лыжница Яна Кирпиченко стала победительницей всероссийских соревнований среди юниоров в Тюмени. В индивидуальных гонках на 10 и 15 километров свободным стилем Яна стала первой, сообщает Алтайский спорт. Второе место у москвички Аиды Боязитовой, третье заняла Светлана Плотникова из Свердловской области. Соревнования являются отбором на первенство мира, который пройдет с 21 по 27 января в финском городе Лахте. Ранее Яна Кирпиченко финишировала на этих соревнованиях восьмой в спринте классическим стилем. Добавим, это уже второе золото Яны Кирпиченко. До этого она пришла первой в индивидуальной гонке свободным стилем на 10 километров. Пушистенькие милашки, колобки с глазами и посланцы хоргватца. Именно так барнаульцы говорят о нашествии сов на город. Пользователи интернет тут же принялись активно делиться в соцсетях видеокадрами этих птиц и не менее активно обсуждать причины их появления в краевой столице. Кто-то предположил, что сейчас в лесу слишком холодно, кто-то, что там для них нет пропитания. Некоторые очевидцы решили подкармливать птиц, чтобы они прилетели вновь. В качестве площадок совы нередко выбирают деревья в дворах, а то и вовсе подоконники квартир. Так что можно детально рассмотреть этих редких для города птиц. Правда, из-за резкого шума или вредных сорок, совы вынуждены улетать из уже полюбившихся мест. И в завершении выпуска о погоде. Чем порадовать настоящего мужчину роскошной рыболовной снастью, праздничным сувениром или подарочным сертификатом решать только вам. Настоящие подарки для таких разных, но всегда настоящих мужчин в сети магазинов трофей. В регионе пасмурно, почти везде снег. В Кулунде и Славгороде морозно до минус 16, в Бийске 6 ниже 0, в Рубцовске 10, в Барнауле небольшой снег и до 10 мороза. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Ну а полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи.